Описание представленных катетомограмм 70-летней пациентки от 3 января 2019 года. Область исследования – брюшное полуизобрюшинное пространство и малый таз с контрастированием. В представленном исследовании отсутствует нативная фаза, фаза бесконтрастная, без которой исследование достоверно трактовать невозможно. В легких, на уровне сканирования, свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КК РПД – 135 мм, КК РЛД – 60 мм. Контуры четкие и ровные, желчные протоки не расширены. Нативная плотность неизвестна, не оценить. По всему объему печени выявлено множественное гиподенсное гиповаскулярное образование диаметром до 5-7 мм, единичные очаги до 10 мм, кисты, метастазы. Желчный пузырь сокращен, рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами, без RG-контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами паренхима диффузно-неоднородно. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка интактна. Медиальная ножка правого надпочечника гиперплазирована, размером 21 на 10 мм. Слева надпочечник не увеличен обычной структуры. Почки. Обычных размеров паренхима однородной чашечно-лоханочной системы не расширены с обеих сторон. Сосудистые ножки почек, паранифральная клетчатка, структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. В паренхиме правой почки выявлено две кисты, диаметром 6,14 мм. Абдоминальные забрюшинно-лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Мочевой пузырь умеренного наполнения без особенностей. Матка размером 47 на 41 на 46 мм. В структуре единичные кальцификаты. В проекции правого яичника выявлено мягкотканное образование размером 44 на 33 на 25 мм. С артериальной плотностью плюс 37 хаунсфилда. Венозные до плюс 90 хаунсфилда. В проекции левого яичника объемные образования не выявлены. Аорта обычного диаметра. По стенкам многочисленные массивные атеросклеротические бляшки, компримирующие просвет аорты до 9 на 8 мм на уровне L3-S1. Просвет подвздошных артерий также компримирован. Сигмовидная кишка удлинена. Образует дополнительные петли на уровне межпозвонкового диска L5-S1 выявлено толщение стенки сигмовидной кишки размером 50 на 26 на 15 мм, с признаком инвазии в прилежащую жировую клетчатку на глубине до 8 мм. Образование полуциркулярно компримирует просвет кишки, активно копит контраст. Несколько ниже образования в кишке выявлено металлическое включение, прилежит к стенке, размером 5 на 7 мм. Поясничный отдел позвоночника, умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения, явление субхондрального склероза замыкательных пластин в тел позвонков, снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении. КТ-картина образования сигмовидной кишки с признаками инвазивного роста, образование правого яичника до лихосигмы, множественные очаги печени, кисты, метастазы, атеросклеротическое поражение аорты с формированием стеноза инфрааринального сегмента, гиперплазии правого надпочечника. Рекомендовано МРТ малого таза с контрастом, МРТ печени для уточнения характера очагов, а также консультация онколога. Продолжение следует...